Четверг, традиционный день выхода в эфир рубрики «Время выбирать». В ней мы знакомим вас со всеми тонкостями избирательного процесса на муниципальном уровне. Но сегодня решили выйти за пределы привычных рамок. Поводом тому послужили события последних дней, разворачивающиеся в Крыму. 16 марта крымчане и жители Севастополя провели референдум и большинством голосов приняли решение присоединиться к России. Небывалый процент явки на участке пришло почти 90% избирателей. Жители Крыма на деле доказали, что демократические выборы – самая доступная возможность заявить о своей гражданской позиции. Татьяна Швец продолжит тему. В Крыму прошел особый вид выборов, рассказывает председатель Лабыднанского избиркома Татьяна Цитович. И называется он «плебисцит», когда на народное голосование референдум выносится вопрос о изменении государственного устройства, государственного статуса. Сами выборы прошли на высоком уровне, несмотря на незначительное время подготовки к ним. Поражает и явка крымчан и севастопольцев – более 80%. И 96% из них проголосовали за суверенитет Крыма и присоединение его к России. Очень часто сегодня ставят вопрос о том, решает ли голос одного человека что-нибудь. Вот Крым сегодня показал всей России, не только России, а вообще всему миру, что что такое есть демократия, как ее перевод с греческого языка – «demos kratos» – «власть народа», народа власти. Народ решил, как он хочет жить завтра. И, в общем-то, такое решение, оно практически перевернуло всю геополитическую ситуацию не только в Европе, но и в мире. Если мы говорим, что такие страшные геополитические кризисы потрясали мир, как, например, Октябрьская революция, когда распалась Российская империя или 91-й год распад Советского Союза, то на сегодняшний день, вот мы видим, я бы сказала так, это новый вариант собирания русских земель. Полуостров действительно был русской землей еще со времен Екатерины II, когда Турция отказалась от претензий на Крым, рассказывает уже бывший учитель истории Татьяна Цитович. Города, которые были образованы и на территории Крыма, и многие города, которые сегодня являются украинскими городами, в общем-то, это результат вот такой основательной деятельности русских императоров и императриц, в первую очередь Екатерины II. Поэтому крымчане, я думаю, совершенно не лукавят, когда говорят, что они вернулись домой. А здесь дома их ждут россияне, которые все это время выходили на митинги в поддержку крымского народа и высказывались за присоединение полуострова к российской державе. Лаватнанги – не исключение. Абсолютное большинство из опрошенных считают это присоединение великим историческим событием в жизни страны, а главное – справедливым решением народа. Россия была большой, должна стать большой. Все народы, которые жили в России, должны быть в составе России. У меня на Украине родная сестра живет, и очень за него, ее очень переживаю. Каждый день звоню, но говорят, ничего, в Донецке как будет, я не знаю. Ну, переживаю за Украину, а за то, что присоединили Крым, очень рада. Смотрел по новостям, где-то 92 или там сколько-то, ну, больше процентов. Вообще я за, и рад, что Крым соединился с Россией, Севастополь тоже. Крым по жизни весь у нас был, еще в старских времен, а то, что сейчас к нам пришли, так всегда рады. Да, отлично, отлично. Слава нашему президенту, слава, что у него дал Господь ему силы, терпение сделать доброе дело. Бесспорные итоги референдума показывают единодушие всего населения Крыма и Севастополя в выборе своей дальнейшей судьбы. Учат нас тому, насколько важно иметь свою четкую гражданскую позицию, хотеть и не бояться ее высказывать. Татьяна Швец, Максим Мячин, программа «Время местное».